ПАВЛОВ АФАНАСИЙ АФАНАСИВИЧ Научный сотрудник отдела истории и этносоциологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской Академии наук Автор научных статей и монографий по истории Научные интересы, история Великой Отечественной войны Жизнь и деятельность губернатора Ивана Крафта История образования и просвещения Викутии 18-20 века Кандидат исторических наук Добрый день, уважаемые товарищи Тема МБМ-Вексии Губернатор Иван Иванович Крафт Представитель власти нового мышления начала 20 века У губернатора Крафта, наверное, вы слышали Это человек, крупный государственный чиновник Представитель власти в начале 20 века Он родился в современной Белоруссии И оттуда с семьей переехал в 1864 году В Минушинскую область Красноярского края Иван Иванович Крафт Человек в дворянской семье Отец его служил Войсковым писарем Небольшого гарнизона И там Расстратил Большую сумму денег А также его обвинил В участии в национальном Союзе Движении Польши Поэтому он был Большой дворянской титул И приехал в Минушинский край В общем Иван Иванович Крафт Когда он повзрослел Стал добиваться возвращения его дворянского звания Учился он в сфере домашней школе Затем в приходской школе После окончания приходской начальной школы Дальше учебу он продолжить не смог И стал помощником писаря Севе И за это он получал В месяц три рубля денег И на эти три рубля Как он сам потом выражался Умудрился он жить Человек он Как работающий Деятельный Быстро пошел в карьеру И работал Почтальоном Потом устроился в полицейское управление И стал помощником полицейских И скоро он Познакомился с губернатором Читинской области Барабашем Барабаш быстро Гостребил Рабочие способности И назначил себе советника По инородческим вопросам Так он поднялся по карьерной вестнице Затем через некоторое время Барабаша назначают Генерал-губернатором Истепного губернаторства И уезжает в современный Казахстан И здесь он тоже Подружился с казаками Выстроивающий казахский язык И стал издавать там Редактировать Тургайский вестник Когда стал это помощником губернатора Добился открытия киргизских школ Для киргизов Но, конечно, обучение проводилось На русском языке И близился с церковниками Одним словом Он показал себя Как хороший администратор Затем он поступил Сотрудником Министерства внутренних дел Переехал в Петроград И продолжил свою работу Тоже по инородческой политике И закончил Археологический институт В 1906 году Его сенат назначает Исполняющим обязанности Губернатора Якутского области Познакомился с теми Кто это раньше работал С виновниками И также он изучил якутский язык Тут я, как исследователь Пытался найти этого человека Кто учил его якутскому языку По всей универсии Его учил этот известный Общественный деятель Голова Патруцкого вуза Николаев Егор Дмитриевич В 1907 году Он в апреле месяце Приехал в Якутск Ну ехал он, конечно, с Иркутска Санным способом И приехал без семьи Без ничего 27 марта Он написал Словыбинным телеграфом Он уступает Взятого числа Губернатором Якутской области В то время был Якутск небольшим городом Всего там проживало 9 тысяч человек И в основном Разговаривали все на якутском языке И быстро Нашел общий язык С местными жителями Губернатор в первую очередь Он как приехал Сразу начал обследовать город Познакомиться с делами Документами И пришел к выводу Что область остается Сильно от других Центральных областей И он поставил задачу Сделать Якутску Якутску область Более передовым Своим развития И над этим он работал У него была папка Желеная папка Так называемая Эта папка до сих пор Хранится у нас В архиве Эта папка Он вносит все свои планы Все коррективы И прочее Поэтому он очень Сильно работал Над этим планом Чем он известен? Во-первых Он большое внимание Удивил землепозванию Якута в основном Сами землепозвием Почти не занимались Землепозвием занимались Это русские И те, которые Жили в перегородах В основном Они занимались Они выращиванием хлеба И картофеля Все-таки Эти картофеля и хлеба Это были Основной пищей Для населения Он удивил особое внимание И поэтому Заказывал Лучшие сорта Пшеницы И семена Ржи И так далее В Центральной России Он купил это Эти семена Привез сюда И потом Эти семена Он отправил Ковымск Верхоянск И Вилюйские Области Округа И здесь Они Картошку Выращивали Но он Инструкция писал Что Эти картошки Нельзя есть В первом Втором Третьем году Так И С каждым годом Картошка Все увеличилась И в конце концов В пятом году Он говорил Что это Можно теперь Есть Употреблять пищу Обратив Серьезное Внимание Разбитие Скотоводства Он Считал Что Якутские Коробы И Лошади Являются Эти искренне Местными И Они Дают Большую Прибыль Для Местное Наследие И Вят Они Основно Бездовыми И Идут На питание И С этой Селью Он Выписал Из Центральной Области Несколько Лошадей Жеребцов И А также Колмогорскую Породу Колмогорская Порода Коров Это У нас Якутия Хорошо Прижилась И До сих пор Это Колмогор Вят Одними Из Большими Породами Северной Части России Далее Он Хотел Разбивать Пушную Промышленность Предлагал Заводить Чернобурки Песцы Песцове Висеть И так Далее Но С этой Затеей Он Договорился С Несколько Людьми Местными Людьми Они Получили Неплохие Плоды Ну Дальше Он Занимался Рыбной Промышленностью Он Рыбной Промышленностью Как Занимался Он Во-первых Хотел Сделать Консервы Для Цели Он Пригласил Одного Немца Раньше Жил В Архангельске Поэтому Имел Какой-то Опыт Приехал Но Таких У него Успособности Работать Условий Якутии Оказывается Не было И поэтому Он в скором Времени Уехал Хотя Из Якутской Якутской Можно сделать Очень хорошую Консерву Эта Затея Так и Осталась Невыполненной Ну Также Взялся За устройство Дорог Во-первых Он хотел Чтобы Якутия Была Присоединена Железной Дорогой Это Вопрос Он Несколько раз Поднимал Столыпину Прямому Своему Начальнику А также И другими Разговаривали На эту Тему Но Все-таки Государство Не нашло Денег Первое Время Это До Первой Мировой Войны Как будто Император Николай Второй Согласился С этой Затеей Но В скором Беремене Он тоже Отказался Потому что Войне Не хватало Самых денег Ну и вот Поэтому Это Железная Дорога Была Потом Это Заброшено Поднял Потом Максим Киричев Моссов Доходил До Ставина Все-таки Ставин Как-то Согласился На эту Тему И Только В 70-х Годах Начало Строительство Железной Дороги До границы Якутии А раньше В основном Видеом Транспорта У нас был Пароход Примерно Венское Проходство Увевичев В кораблях И Става Ведущим Россией Ну Дальше Думал Он Автомобильной Дороги Правда Есть Байка О том Что он Привез Один Автомобиль И Это Долго Время Говорят Державе Пожарной Части Из-за Осутствия Запасной Части Автомобиль Это Не Работа Ну Все-таки Этот человек Был Очень Деятельный Все-таки Он предложил Построить Хотя бы Соединить Якутию С Амурской Дорогой Железной Дорогой И Там Автомобильным Путем Но Это Вопрос Тоже Был Решен Только Перед Войной И Года Войны И Якутия Якутия Появилась В первых Автомобиль В 30 Годах Прошлого Века Решил Упорядочить Охоту Раньше Заметив Что Оказывается Местные Якутии Сторожили Всегда Очень Хорошо Относятся К сурокам Охоты И не нарушают Эти суроки И Заметив Это Он Например Издаст Местный Закон О Запрещении Охоты В такое-то Время Время Гнездования Время Их Искрешения Поэтому Вот Удалось Сохранить Остатки Собови Сейчас Собовь Тоже Находится На грани Чесновения Поэтому Тоже Требуется Сейчас Строго Контроля Над Охотой Эти Сценного Зверька Ну Дальше Пути Сообщения У нас Улучшаются Были Созданы Новые Дороги Ковесная Дорога Так Называем То На Товек Можно Ездить В летнее Время Это С каждым Годом У нас Расширяется Поэтому Вот Избивающим Овек И Другими Вот Пригородными Поселками Связь Была Очень Хорошая Также Он Ввел Эксплуатацию Телефонные Аппараты Первое Время Даже Чиновник Вы Против Ну А зачем Этот Телефон Когда У нас Есть Этот Курьер Можно Его Послать Туда И Обратно И Быстро Повыть Ответ Ну Все Таки Когда Начала Работать Первый Телефонный Аппарат Люди Удивлялись Как это Человек Говорит Издалека А слышно Вот тут Прямо Как будто Ряда Это Тоже Была Большая Новизна В нашей Жизни Про кинокартину Наверное Вы знаете Кинокартины Первые кинокартин У нас Появились Еще До Крафта Но Тем не менее Сильное Разбитие Получили При нем На месте Центрального Кинотеатра Салает Маленький Кинозал Там Показывали Ну Цены Это были В то время Очень дорогие Например Пять копеек Для Общего Населения А те Которые Владели Большими Деньгами Платили Двадцать Копеек Пятьдесят Копеек И так далее Гувернатор Краф Очень многое Сделал Для медицины Некоторые Говорят Остановка Областная Больница Да Сейчас Хотя Могли бы сказать Это городская Или республиканская Больница Но В то время Этот Приняли Как название Областную больницу В то время Машин не было Автобусов не было Он Упорядочил Системы Движения Кучеров Восемьдесят Человек Обслуживали Городское Население Своими Вашими Дми Конечно Они Держали Это Вожжет В городе Так Поэтому Вот Этот Вынуждены Убирать За собой За Вашими Дми И поэтому Гувернатор Им поставил Условия Двигаться Направо И на левой стороне Вот так А то Кто как мог Так и ехал Раньше До этого То есть Движение Улиц Он Регулировал Ну улицы У нас такие бывают Немощенные Сами Сейчас Наверное Знаете Некоторых Перегранных улиц Нельзя ходить И Ветом И Осенью А в то время Тем более А гувернатор На это дело Обратил серьезное Внимание Он Приказал Чтобы каждый Хозяин Двора Должен Сделать Там Маленький Тротуар От себя До следующего Соседа Перед его Гувернаторство Якутска Начала Создавать Своё пиво И Специально Чиновники Из Илькутска Говорили Что Лучше Чем Илькутское Пиво Видимо Туда Работали Это Чехи Чешские Производители Они Знали Как Делать Это Пиво Поэтому Илькутское Пиво Очень В то время Ценилось Очень Много Сделал Он И Две Сельских Больниц Вот Например Чуропчинская Больница Сокольникова До Сих Пор Люди Вспоминают Действительно Это Хорошая Больница В то Время Бандиты Сорквей В годы Гражданской Войны И Он Оборудовал Эту Больницу И Причем Эта Чуропчинская Больница Вечилась Не только Татинская Мегинская Даже Иногда Приезжают Туда Вечисли Городские Жители Больницы Были открыты Среднеколымске Вивилске Одним словом Больниц Стало Много В то Время И Аптекарей Тоже Было Достаточно В то Время И Сены На Векарства Упорядочил Чтобы Людей Не обманывать Он Упорядок Набил И Торговый Продуктами До Начала Первой Войны Якутск Снабжался Продуктами Довольно Хорошо Мясные Мясные Были У нас Очень Дешевые Чем Скажем Читинские Амурской Областях Дешевые Были У нас Мясо И Обязательно Те Которые Работают С мясом Должны Были Надеть Хороший Халат Рукавицы Должны Иметь И Там Ножи И Прости Должны Бежать На Ткани Какой-нибудь И Должны Раздать Мясо Разделать Раздать Покупателям Должны Быть Только Рукавицы Руками Они Не Должны Быть Трогать Ну В то Время Когда Он Начал Работать У нас Появилась Эпидемия Оспы Строго Следил За тем Чтобы Обработать Пароходы Пристани И Вещи Пассажиров И так далее Он На это Делал Брату Серьезного Внимания В то Время Удобства Не было Поэтому Каждый Хозяин Держал Туавет А Туавет Он Делал Что Специально Там Держал Вахуворки И так далее Одним Словом Сделал Все Чтобы Не было Эпидемии Так И Случилось Что Эпидемии Хаверы В то Время У нас Якутии Не было Очень Много Сделал Две Народные Образования Было Построено Очень Много Школ Так Примерно Ковичество Школ У нас Убивчивалось При Годы Его работы Почти Три С половиной Раза У школ Учились Не только Дети Богатых Но и Учились Дети Бедняков Инеродцев И так далее Ну Простых Казаков И так далее Вот Одним словом Работа в школе Сильно Улучшилась И Даже у него Была Места В этом Даже у него Документы Он составил Вести Обязательно Национальное Обучение Это Годы Советского Класса Только Это Тридцатые Годы Удалось Осуществить Беспризон Детей Было Очень Много Поэтому Уже Работали Три Детских Дома Приюта Богатые Люди Это держали Помогали Чем могли И поэтому У нас Появилась Хорошая Услуга Для Маленьких Детей А чтобы Привечь Подростков Он Затеял Военное Воспитание То есть Это Записывали Всех Детей Человек Сто И Они Каждый День Занимались Военным Делом Ну Им Давили Ружья Деревянные И Прочее Там Формы Шили Две Своих Детей И Потом Они Каждый День Маршировали По Якутской И Живак Много Было Они Все Смотрели На Эту Затею Гувернатора Гувернатор Теперь Мог Говорить У нас Нищих Детей И Прочих Нет У нас Подростки Не нарушают Законы Он Мог Это Сказать Потому Что Так И Было В то Время Вот Примерно 1911 1913 Годах Вот Такие Затеи Были И Люди В Благодарность Вспоминали Первые годы Советское Время Как Сумел Это Гувернатор Раб Удержав Молодежь От Преступления Особое Отношение Он Вел С Сильными Ну В то Время Это Сильные Это В основном Все писали Что Это Преступники Они Враги Порядки И так Дали Ну Конечно Уголовника Было Много Но Тем Не Менее Вот Я Должен Заметить Что Например Годы Венского Восстания Когда Был Расстрел Венских Рабочих В 1912 Году Якутской Не было Никакого Инцидента С Повицей Потому Что Повицей Сильные Понимали Что Краф Им Вел Хорошие Условия Жизни Обеспечив Работу Улучшилось Питание И так Далее Поэтому А Чего Буду Бастовать Против Правительства Поэтому Вот Этот Иркутский Генерал Губернатор Князев Похлавил Что В Якутии Все В полном Порядке Поэтому Губернатор Краф В той Докладных Записках Писал Что Верно Мне Области Все Спокойно Соблюдается Порядок Он Имел Очень Хорошее Отношение С Поветерскими Сыльными Поветерскими Сыльными Он Например Кузнецова Назначил Директором Музея Работал Медиками Учителями И так Далее Одним Словом Давал Им Хорошо Жить И Сельской Местности Тоже Вновил Порядок Он Говорил Например Уголовников Надо Держать Специально В лагере И пусть Они там Работают И так Далее И так Далее Например Намском Районе Есть Хатынуря Местность Там Больных Сильных Державей Туда Поветерских Сильных И Они Тоже Очень Спокойно Жили Его Назначил В 1913 Году Гувернатор Красноярского Края Провожал Весь Якутск Так Ну Якутск Я сказал Что Проживал Около Восьми тысячи человек А На Приснецов Рос Пять тысяч Человек В то время Вы понимаете Да Вот так Его Уважали И Хотя Горожану Устроили Торжественный Обед Проводы Он Отказался От этого Сказал Это День Раздать Бедным Детям И Поэтому Это Конечно Там Это При большом Истечении Народу Он Поблагодарил За то Что И народ Благодарил Церковь Такой человек Губернатор Присвоил Одной из улиц Его имя Это имя Сейчас Наверное Вы не знаете Какая это улица Увица Носит название Каваннаршевики Великому Сожалению Сейчас Но Это Имя Крафта Присвоено Перегородной Увице Где Можно Сказать Добраться Только На машине И Решил Его Сделать Почетным Гражданином Города Якутска Народу С большой Радостью Он Все Это Бас Принял И До Чем Пор Это Его Имя Как Живет В наших Мыслях Дальше Он Был Родоначальником Русского Географического Общества Он Впервые Поднял Вопрос Что Якутии Надо Научно Изучить И Потом Это Богатство Якутии Как Говорит Дать Народу И Таким Образом Он Впервые Перед Государственным Руководством Вопрос О Учреждении Русско-гегрифистского Общества Это Общество Было Создано В 1917 Году И Хотя Его Не было Но Все равно Люди Там Его Приняли Почетным Членом Русско-гегрифистского Общества И Долго Аплодировали Когда Было Продинационное Его Имя Так Образованная Интеллигенция Вспомнила О своем Гувернаторе Он Тяжело Забовел И В 14 Году Он Скончался В Петербурге Его Вече В Берлине Но Тем не менее И немцы В то время Тоже Не смогли Хотя Болезнь Была Не так уж Страшная И Таким Образом Он Скончался Когда Ему 52 Года В заключение Хотел бы Сказать Что Все-таки Красноярские Товарищи Более Деятельные Они Сейчас Снимают Кино Крафте Меня Все Материалы Взяли Таким Образом Получилось Что Мы Нас Опередили Это Красноярские Они Больше Вспоминают О Вятом Человеке Время Подходит К концу Пожалуйста Задавайте Вопрос Каким Образом Он Выстраивал Взаимоотношения С Карлом Лишевичем Архитектором Который Украсил Наш Город Теми Архитектурными Сооружениями Которые До сих Пор Действительно Мы сохранили И Они И являются Тоже Памятниками Ивана Ивановичу Крафту Действительно Это наш Город В то время Был Деревян Вот Энерговидитка Во время Брагауза Там Сказано Похож На Купеческий Поселок Вот Все каменные Здания Которые Мы знаем Да Этот Сейчас Академия Наук Здание Академии Наук Библиотека Наша Центральная Библиотека А также Дом Художеств Бывшее Казначейство И так далее Все Были построены По его жизни Каменном Варианте А главным Архитектором Был Вешевич Но потом После отъезда Крафта Счезавария В одном Его здании Обвинили Вешевича Он Вынужден Был уехать И больше Он К нам Не возвращался Человек Он В годах Был И Его Имя Построено Здание До сих пор Как говорится Живут И Работают Даже Деревянные Тоже Он Проектировал Так Что О нем Тоже Не надо Забывать Об этом Человека Вешевича Мы Ивана Ивановича Крафта Имя Слышим Конечно Достаточно Часто Но Вот Считаете Ли Вы Его Действительно Одним Из самых Гениальных Генерал Губернаторов Нашего Региона До Революционного Времени И Вот Это Первый Вопрос Второй Вопрос Он Когда К нам Направлялся Или Когда Приехал Ознакомившись С делами Вы Сказали Что Он Поставил Перед Собой Задачу Вывести Наш Регион В число Самых Передовых Ну В стране Да Вот Добился Ли Он Этой Задачи Поставленной Задачи Можно Рассказать Все Такое Он Сделал Все Многое Об этом Я Рассказал Все Таки Но Как Говорится Якутия Самая Отставая Окраина Российской Империи Светленно Тут Не Один Крафт Нужен А Может Быть Пять Шесть Крафтов Переводится Наверное Он Как Человек Спал Говорят Три Четыре Часа Всего Сутки Основной Примом Работал Он Принимал Посетителей Шести Часов Утра И Все Вопросы Он Решал Самостоятельно И Конечно Подобрал Себе Лучших Людей Которые В то Время И Они Здорово Помогали Даже Школьника Принимал Гувернатор Вот Например Это Один Из Первых Зачинатель Якутской Витературы Не Устроя Николай Он Дважды Посетил Гувернатора Дважды Во-первых Он Его Не принял Этот Реальный Училище Во-вторых Из-за Сутствия Документов О том, что Окончил Начальник Школы Его Не приняли Во-вторых Во-вторых Он Посетил Этого Гувернатора Не Устроя Когда Ему Отказали Второй раз Получается Да Вот Это Когда Ему Отказали Принять Но Все Тогда Гувернатор Вызвал Васильевского Инспектора По Народному Оборудованию И Сказал Ребенка Надо Брать Он Хороший Самостоятельный Человек Надо Идти на Уступку Он Подготовленный А раз Он Подготовленный Значит Пусть Вечной Дойдет Экзамены Такие Условы Его Взяв Реальное Училище Вот так Ну Дальше К нему Заходили Студенты Вот Заходили Студенты Например Этот Ябкина Заслуженный Учениц Якушская Ассыр Она Заходила И попросили Ее Отправить На Учебу Гувернатор Согласился Дал ему Деньги И так Дал И она Стала Одним Из ведущих Учениц Якушской Ассыр И стал Заслуженной Вот Такие Моменты Есть Так что Он Принимал Всех Несмотря На Трудности Как Вы думаете Мог ли Крафт Дольше Оставаться Губернатором Якутии И какие Плоды Это Принесло Крафт Не только Был Губернатором Он Даже Писал Стихи Находил Время И писал Стихи Он В одном Стихотерине Говорит Пишет Что Он Побевил Этот Суровый Край Как Свою Родность И Хочет Остаться Здесь Ну Сказать Вечно Вот Но Судьба Его Бросила В другую Сторон Он Семья У Несогласилась Приехать Сюда Она Оставалась В Петербурге Это Вторая Жена И Семья Семья Женщина Женщина Гувернатор Платил 25% Своего Дохода Зарплаты Вот Такие Моменты Были Так что Этот Гувернатор Побевил Наш Суровый Край Есть Даже Рассказ Что Познакомился С одной Якуткой Но Видимо Она Не ответила Взаимности И Так У нее Ничего Не случилось И Причем Этот С С С Браком Был Обвенчен Со Своей Женой А Расставаться Никак Не мог Расторган Брать Не мог В то Время Закон Такие Духи Все Такие Я Над Крафтом Я работаю И Сейчас Возможно Еще Продолжение Эти книги Будет Вот Я Получил Много Материалов От Якутска Красноярска И А также Минишинского Края Вот Они Мне Давили Много Материалов Теперь Я Точно Знаю Кто Его Родственники Кто Его Родители Как Он Устро Как Он Работал В Советское Время И так Далее Так Что Если Бог Позволит Я То Кончу Эту Работу Где-то 163 Крафта Так Что Большое Спасибо Вам За то Что Вы Меня Поддержали Слушали Желаю Желаю Как Говорится Все Ино Улучшим Успехом Работать И Вот Это Вы Работаете Огромное Здание Распространяете Историю Нашего Народа России Это Все Так Это У Вас Огромное Богатство И Это Путь Этой Станет всенародным Достоянием Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»